15-80 заработает по-новому. Теперь в базе данных центра заявки от жителей будут считаться выполненными только если они сами подтвердят, что оказанная помощь им предоставлена. О таком нововведении рассказали в самом контакт-центре 15-80. Так выглядит офис контакт-центра 15-80. Сюда жители Запорожья звонят с жалобами на проблемы ЖКХ. Как на те, которые не решаются годами, так и на аварийные. В службе 15-80 обращают внимание, что контакт-центр не является исполнителем услуг. Диспетчер центра только принимает заявку, вносит в базу, передав таким образом к профильным коммунальщикам. Согласно классификатору, каждая проблема и причина привязана ко времени исполнения. Нет одного понимания, что на течь, допустим, или на покос травы это одно и то же время. Естественно, есть аварийная ситуация, на которую выделено в классификаторе 3 часа на решение данной проблемы. Служба-исполнитель, естественно, несет ответственность за оказание услуг или же не оказание услуг в данном регламенте, который отведен на решение данной проблемы. В день служба принимает от 3 до примерно 15 тысяч звонков, в зависимости от времени года и погодных условий. Каждый из операторов обслуживает в день около трех сотен звонков. Несмотря на трудности общения с жителями, которые нередко настроены агрессивно, операторы говорят, свою работу любят. У нас весь коллектив стрессоустойчивый, поэтому вопросы как бы все... Мы понимаем, у человека тоже можно понять с его стороны. То есть у него проблемы, он обращается в службу, к которой он надеется, что ему поможет. Как бы мы и стараемся помогать. Все, что можем, с нашей стороны мы это, конечно, делаем. В зависимости из-за ситуации. Если, допустим, это там аварийные отключения, то, конечно же, люди будут звонить и нервничать. Ну, пытаемся донести данную информацию, как бы спокойно успокоить их, чтобы не переживали. Дмитрий Душин – единственный мужчина среди специалистов центра. На работу также ходит с удовольствием, ведь чувствует, что помогает людям. Это семейная у меня мама работает в Горводоканале. Ну, начинал с оператора тоже. Активная помощь людям. Мы же занимаемся именно специалистами по контролю и аналитике проблемными вопросами. Не первичными обращениями, которые операторы принимают, а именно проблемными, ну, то есть, где необходимо разобраться, как-то ускорить. Сегодня в контакт-центре нововведение. Здесь установили новое программное обеспечение, позволяющее улучшить качество предоставления услуг. Новая программа позволит закрывать в базе заявки жителей только в том случае, если будет подтверждение от самих жителей, что на их просьбы отреагировали. Операторы центра будут перезванивать абонентам, чтобы удостовериться в этом лично, а не ссылаться на данные коммунальщиков. Около 10 миллионов гривен, которые мы планируем сюда влить еще. Плюс еще дополнительно мы технику будем закупать для того, чтобы было на каждый район хотя бы по три аварийные бригады, полноценных аварийных бригад. Почему мы говорим сегодня о аварии? Потому что, еще раз повторюсь, фонд жилой сегодня изношен. И основное, то, что нужно решить, это, ну скажем, такая статья есть, выбирковый капитальный ремонт. Текущим ремонтом мы проблемы сегодня не закроем. Капитальным ремонтом, да. Но из 3600 домов мы в этом году потянем, ну дай бог, 700 домов. Городские власти, в общем-то, понимают, что коммунальные проблемы требуют много времени для решения. А, соответственно, и статистика выполненных работ профильных служб может негативно сказаться на их имидже. Так что уверяют, вызов приняли и будут с этим бороться.